Такая жизнь не для меня. Тогда в чем твое предназначение? Субтитры создавал DimaTorzok Говоря о следующей картине, нельзя не упомянуть про Винчестер. Популяризации винтовка обязана не только своими боевыми качествами, но и вестерном, где именно это оружие занимало центральное место. А это, дамы и господа, Винчестер 73-го года. Траппер. Семь патронов. Прицельная дальность, 400 ярдов, выстрел в секунду. Сынок, ты видел, что он делает с человеком? Одна секунда, и отца твоего нет. И надо сказать, что не только старые фильмы обращаются к винтовке данного типа, но и новинки тоже. В их числе турецкий Гамбит, Терминатор 2, где герой держит в руках Винчестер. Кто тебя послал? Ты сам. Пригнись. А также фильм, премьера которого назначена на 5 апреля. В жанре «Биографический детектив» на этой неделе представлена картина «Винчестер. Дом, который построили призраки». Эксцентричная героиня Сара Винчестер наследует семейное состояние, которое было сделано на продаже оружия Винчестер. Когда ее муж и сын внезапно умирают, Сара приходит к выводу, что она проклята, и что ее преследуют души убитых людей. После сериала «Сверхъестественные» имена братьев Винчестеров у всех на слуху. Вы вспомните о них снова, если придете на премьеру кино. Еще одно классическое произведение, которое всегда остается современным. «Горе от ума», «Горе уму», «Горе ума». Три названия, которые пробовал Грибоедов для своей пьесы, три смысла, три правды. Свидание, разочарование, господа, слуги, намеки, интриги и, наконец, бал. Спектакль «Горе от ума» лермонтовцы покажут 4 апреля. Авторский мастер-класс Татьяны Люльки «Я.Бренд» пройдет в Астане 4 апреля. Лекция будет полезна тем, кто стремится работать над своим личным брендом, а также интересуется пиар и коммуникациями. Вы узнаете, что такое и как работает черный и белый пиар, кто нуждается в мотивационном пиаре и почему так популярен вирусный пиар. А еще «Джиар» и «Самопиар» разобраться во всем многообразии современных веяний вам поможет мастер-класс Татьяны Люльки. Для тех, кто мало знаком с современной поп-культурой, рассказываю. Дмитрий Монатик — это молодежный украинский певец, композитор и танцор, выступающий под сценическим именем Монатик. Творчество — это его основное любимое занятие. Он сам пишет музыку и тексты, исполняет песни и снимает клипы. Монатик выступит в Астане 6 апреля. С апреля свое большое турне по городам Казахстана начинает Астана балет. Труппы театра посетит несколько крупных городов страны. Гастрольный тур начнется с Казаларды. 7 и 8 апреля на сцене Казалардинского областного музыкально-драматического театра имени Нартая Бкижанова будет представлена концертная программа «Астана балет-гала». Автор либретто и балетмейстер Рулан Петти. Сценография Рене Алио. Костюмы Ивсен Лорана. Дирижер-постановщик Арман Уразгалиев. В балете «Собор Парижской Богоматери» совершенная красота классического танца оттеняется острым гротеском, насыщенным современной пластикой. В этом монументальном трагическом спектакле также причудливо сочетаются суровая реальность и мрачная фантазия. Если в «Эсмеральде» XIX века был обязателен счастливый конец, то в спектакле сурового XX века в живых остаются лишь одинокие несчастные Квазимода. Классику мировой хореографии «Балет-собор Парижской Богоматери» покажут на сцене Государственного театра «Астана-Опера» 7 и 8 апреля. Смотрите программу «Афиша» на телеканале «Атамикен Бизнес Ченнел». Искусство должно прививать хороший вкус.